Всем моим зрителям огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. В этом видео хочу вам рассказать о 10 вещах, которые, по моему мнению, могут понравиться русскому человеку в Израиле. Если вам интересно, то оставайтесь со мной. И, как обычно, сразу мне хотелось бы отметить то, что все, о чем я буду сегодня говорить, это исключительно мое мнение, моя точка зрения. И основано оно на моем опыте жизни, на моих взглядах на жизнь. И, конечно же, моя точка зрения может категорически не совпадать с вашей. И еще мне хотелось бы отметить, что под словосочетаниями русский человек или русские люди я не подразумеваю, например, людей, живущих на территории России или граждан России. Я подразумеваю людей с русским менталитетом, выходцев из высшего Советского Союза. Это могут быть и украинцы, и белорусы. Кстати, в Израиле особо не разделяют выходцев из стран постсоветского пространства на русских, белорусов, украинцев. Практически всегда всех русскоговорящих выходцев из стран СНГ называют русскими. Итак, давайте начнем. Первая вещь, которая может понравиться русскому человеку в Израиле, это то, что в Израиле в магазинах можно все пробовать. Все, что продается на развес. Конфеты, оливки, фрукты, овощи, сыры, колбасы можно пробовать. Причем за исключением сыров и колбас, которые вам нарезает сотрудник магазина и дает вам попробовать. Все остальное вы можете брать сами. Вы можете взять с прилавка целый фрукт, съесть его прямо там же, и никто вам ни слова не скажет. Вторая вещь, которая может понравиться русскому человеку в Израиле, это очень удобный общественный транспорт. Я буду говорить на примере автобусов, так как я на них чаще всего езжу, и так как автобусы являются, наверное, самым распространенным видом общественного транспорта в Израиле. Итак, первое, это весь общественный транспорт в Израиле с кондиционерами. Второе, практически во всех автобусах у каждого сидения есть выход USB, чтобы всегда можно было зарядить свой телефон, планшет или какой-нибудь другой гаджет. В-третьих, практически во всех автобусах в Израиле есть бесплатный Wi-Fi. И в-четвертых, сами автобусы очень комфортные, с очень удобными сидениями, практически всегда очень чистые. На таких автобусах действительно очень приятно ездить. Третья вещь, которая может понравиться русскому человеку в Израиле, это то, что в Израиле практически везде можно словить бесплатный Wi-Fi. В торговом центре, в магазине, не знаю, в автобусе, как я уже сказала, в кафе, даже иногда можно на пляже словить бесплатную сеть. Практически во всех городах Израиля на улице можно словить бесплатную общественную сеть. Четвертое, так как в Израиле очень строгие правила по поводу уборки за своими собачками на улице и на нарушителей накладываются очень большие штрафы, как правило, хозяева убирают за своими собачками и грязные делишки. Бывают, конечно, исключения, но, как правило, эти исключения очень быстро убираются дворниками. И поэтому, несмотря на то, что в Израиле очень много собак, практически невозможно случайно наступить на какашку. Пункт номер пять. Русскому в Израиле может понравиться то, что приезжая сюда на неделю или переезжая сюда жить, вам не придется привыкать к отсутствию любимой еды и любимых продуктов. В Израиле очень много русских магазинов с любимыми и знакомыми нам продуктами. Есть и маленькие магазинчики, есть и крупные супермаркеты. В Израиле вы можете купить и докторскую колбасу, и мороженое от пломбиры, и сгущенное молоко, и семечки от Мартина, и срок дружбы. Практически все, к чему русский человек привык в России, он может купить и в Израиле. Шестая вещь, которая может понравиться русскому человеку в Израиле, это то, что в Израиле очень тихо и спокойно. Несмотря на то, что Израиль постоянно находится в состоянии войны, в Израиле очень высокий уровень безопасности. Например, я абсолютно не боюсь гулять со своей собакой, когда темно, меня не пугают безлюдные парки, здесь дети бегают по улицам до ночи. Конечно же, исключения есть везде, и быдло есть везде, и хулиганы есть везде, и преступность есть везде, и есть районы гетто, где лучше не выходить на улицу, когда темно. Но в основном здесь очень тихо и спокойно, и, по крайней мере, я чувствую себя намного в большей безопасности, чем я чувствовала себя в России. Седьмая вещь, которая может понравиться русскому человеку в Израиле, это то, что израильтяне очень неравнодушные и социально активные люди. Они всегда, практически в любой сложной для вас ситуации, вам помогут, потратят на вас свое время и не будут ждать какого-то подвоха с вашей стороны, не будут от вас ждать каких-то благодарностей или какого-то вознаграждения с вашей стороны. Если вдруг вам станет плохо на улице, вам обязательно окажут помощь. Не раз я сама сталкивалась с бескорыстной помощью израильтян, особенно в первое время, когда сюда переехала и не знала языка, и частенько попадала во всякие непонятные для меня ситуации. Не раз меня выручали абсолютно незнакомые мне люди. Конечно же, и здесь бывают исключения, и даже в Израиле можно столкнуться с равнодушием людей, но на самом деле здесь это случается крайне редко, и для Израиля это вообще нонсенс. Восьмая вещь, которая может понравиться русскому человеку в Израиле, это то, что в Израиле очень хорошо организована система очередей. В Израиле практически везде очереди с номерками, чтобы никто не пытался пролезть вне очереди, что израильтяне очень любят делать. И в то же время израильтяне никогда не будут молчать, если кто-то попытается пролезть вне очереди. И иногда случаются дикие перепалки из-за этого, поэтому, мне кажется, система с очередями это больше необходимость, нежели блажь в Израиле. Номерки в Израиле есть практически везде. В поликлиниках, банках, магазинах, на почте, практически везде, где может образоваться очередь. Девятая вещь, которая может понравиться русскому человеку в Израиле, это то, что в Израиле в некоторых городах на обычных автобусных остановках организованы мини-библиотеки, где вы можете взять книгу, почитать ее, вернуть обратно, можете положить книгу из своей личной библиотеки туда. Это абсолютно бесплатно, нет никаких временных рамок возврата книг, нет никаких условий. Вы просто берете книгу, читаете ее и возвращаете обратно. Я не раз брала книги из таких библиотек, читала их, возвращала обратно, относила туда свои личные книги. Особенно это было для меня актуально, когда я часто ездила на автобусах, и мне надо было как-то коротать свои поездки. И, кстати, такие библиотеки организованы на многих пляжах Израиля. Там есть книги не только на иврите, но есть также книги и на русском, и на английском, и на французском, и на многих других языках. И последняя вещь, о которой я вам хотела сегодня рассказать, это то, что в Израиле, во дворах, в парках, везде организованы отличные детские площадки и спортивные площадки. Детские площадки разнообразные, цветастые, с разными интересными развлечениями для ребенка. Те детские площадки, которые находятся не под тенью деревьев, как правило, идут с навесом, чтобы можно было пойти погулять туда с ребенком, даже днем, когда светит яркое солнце. Покрытие земли у этих площадок тоже специальное, достаточно мягкое. Что касается спортивных площадок, то они тоже достаточно разнообразные. Там, как правило, стоит 7-8 тренажеров, и, как правило, они никогда не стоят без дела, на них постоянно кто-то занимается, особенно, когда жара спадает. Конечно же, это далеко не все вещи, которые могут понравиться русскому в Израиле. Обязательно напишите мне в комментариях, что вас радует в Израиле, или, может быть, что огорчает. И обязательно посмотрите видео о том, что может не понравиться русскому человеку в Израиле. Если вам понравилось это видео, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, до встречи! Субтитры сделал DimaTorzok